господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 243 события дня 1 петра 4 7 впрочем близок всему конец за 10 августа 16 года далее будьте знакомы большой материал о человеке которая принос огромнейшее зло для россии для православной веры для всего христианства вот одна из ступеней всех этих гарвардских хьюстонских проектов внедрили человека образовали общество миссионерские отделы и они лютовали 20 лет стравили людей профессора никто совершенно просто мошенник пациент палаты психиатрической осквернял россию и как ослепли все ничего не видели вот и говорит о том что не было духовного рождения у людей и не знает никто нигде не считал и только знали он приезжает принимает в епархиях он выступает секторе то такой должности нету созданием распространением создает эти слухи злобных слухов сплетен разрушительные клеветы не подкрепленные научными исследованиями экспериментами мы испытали все это на себе лично я испытал он меня знать не знает приглашали его на занятия наши люди когда он приезжал барнаул в университет нет никаких понимаете вот такое помрачение ума и создают миссионерские отделы то есть совершенно неправдоподобно никто бы не поверил кто подрывной деятельности этого типа уважают его пожалуйста липовый профессор и шарлатан 20 лет головы морочил вот на нас распотребный союз это он натравил он вот эти разные отделы которые бросались на нас и на батюшку он неблагодатный теперь вас отвергли то другое приезжал сейчас митрополит иларион первосвятитель русской православной зарубежной церкви батюшка встречался с ним наилучшие отношения а уж про местного архиерея митрополита сергия ивановников говорить не надо разговаривать сейчас он ему говорит митрополит сергий на игнатия говорят сектантом верите к это все люди по зависти что сами ничего не этого сделать не могут это все миссионерские отделы создана миссионерская дело первых создать нельзя это подделка дьявола но вторых вот такая была защита вот и на глющем трупе все это мерзость секта секта никто не знал и сектовед всех ты кто бы не был вот просто зараза прошла по стране вот мы дети собирает клубнику больше ничего нету секта это какая-то секта день деревни идут прекрасные девушки ясный солнечный день рио новости фотографирует кряжев александр фотография занимает первое место никаких опять сектанты разделить то есть это зараза это бацилла которые привели и люди которые в церковь не ходят секта сектанты сектоведы секта а главное-то сектант он и есть сегодня все понимают самая большая секта рпц патриархия московская везде пишут я не утверждаю это просто говорю то есть это все обращается назад разрушение страшное произвел это тип шарлатан липовый профессор я первый раз его только услышал он горит а сам сказал это чужой человек чужой нехороший человек ничего не знаю вот этого что сегодня такие исследования идут исследование его деятельности деятельность злодея человека который натворил столько зла всех стравливал и стравливал мы православная в ответ митрополит сергий ну а меня обо мне спрашивает даже последнее время по по этим вот нападками я вот сейчас я могу здесь показать что посмотрел еще немножко вот его спросили пока потом у газета вот сейчас я погляжу все равно что детали есть такая графа да сколько много материал что не сразу все найдешь посетил вот видите как так там метрополит сергий кто алтайская метрополия пишет вот это его только отзывы самое последнее сейчас еще гляну не подготовился и не ожидал я этого вот смотрите пока что языки пламень горит во мне журнал валники вольска удивительные люди игнатий лапкин 39 года рождения православный миссионер и поэт люди моего старшего поколения любят стянать по поводу бездуховности нынешнего времени а ведь стоит приподнять взор от земли от себя от своих мелочных бед и обид и любому станет стыдно за то что не видим и не ценим мир в котором живем мне повезло в этой жизни я узнала что на одной со мной планете живет необыкновенная поэтическая личность православный миссионер создатель православной деревни игнатий лапкин много раз терпел он от власть придержащих еще при хрущеве говорившим что у нас нет политических заключенных есть только психически больные оказался психбольницы ну собственно а как еще отцы командиры должны были реагировать на молящегося солдата ракетчика не ограничилась власть медицинским методами пришлось игнать и ухлебнуть и тюремные баланды сейчас игнать и 75 лет в этом году не первый раз совершил миссионерскую поездку мира и любви по чечне турции грузии греции португалии скандинавии прибалтики а уж сколько раз игнатий сколесил нашу страну вдоль и поперек не уклоняясь при этом ни от одного вопроса подробно отвечал на каждый причем эти ответы с примерами из жизни игнатий укладывает в книги которые в ходе его поездок бесплатно раздаются библиотеки вот один из примеров таких ответов вопрос 795 второй том верующие благодарят за услугу вместо спасибо иными словами что это за слова ответ приветствует словами мир вам или мир дома сему а от пасхи до вознесения христос воскрес благодаря же одни говорят спаси христос а другие спаси господи считаю что произнесение имени иисуса христа дает больше шансов заговорить с другими именно об иисусе христе повторю один из моих многих случаев бывших моей жизни когда это слово благодарности спаси христос послужил основанием для длительной проповеди для многих людей при пересадке на одной станции нам поменяли вагоны при том не по нашему желанию мы молимся указа билеты еще не получены и слышим как поезд наш уже пошел от перрона мы выскочили друг поезд начинает останавливаться но не для нас специально мы вскакиваем в один из последних вагонов и идем к своему через вагон ресторан время раннее утро проводница убирает тамбуре и вы их тискинся через него в ресторан она нас пытается задержать но и идущий сзади все вереницы а нас около шести человек паломников думает что проводница сама по своей доброте открыла нам вагон и громко благодарит спаси христос здесь воистину происходит чудо как книги и свирь у директора ресторана в эту ночь был тревожный сон как она потом нам рассказала это слово христос буквально подбрасывает ее и она лежа на своей птахте открывает дверь и высунувшись громко спрашивает где христос проводница отвечает показано звон они едва рассвело продавщица из ресторана находит нас все разузнает и приглашает вагон ресторан по заказу директора это как раз тот случай когда в 4 часа я 4 часа в день проповедовал в ресторане всем его посетителям один из недовольных мной подошел и показал какую-то книжечку я из кгб и прошу прекратить заниматься агитацией директор сахарной комплекции выдвинулась на него буквой ф руки в боки и присвистом фыркнул да какой ты сотрудник ты вчера едва тепленький от нас выпал сиди и не лезь а то выпру отсюда он галантно раскланился и сел на свой за свой столик всюду и везде произносите имя иисуса детский православный лагерь на алтай созданный игнатием существует много лет живет и развивается не получая никакой помощи ни от государства не рпц и горько считать отчет нынешних наших омских властей что очередной бывший детский садик безвозмездно передан для хозяйственных нужд русской православной церкви и это при огромных очередях нуждающихся в детских садах о мечах пусть отошел патриарх кирилл от табачной алмазной торговли но все так же неправедными доходами прирастает нынешняя рпц эта женщина она все это в интернете работает я за личность я не встречался и допустим знаменитые люди такой-то год знаменитые такие в этом году в этом в этом и она меня уже несколько лет за 39 год ставить на первое место дальше идут какие-то академики там космонавты ну кто такие 39 год ездил я знать и не знаю повторяю где вот она найдите вверху вот синяя валника вот посмотрите и как раз про детские лагеря и проще все стонут мы не стоним и работаем кто борется с детьми как могут называться людьми но не зря же это говорится как они на нас бросились вот приезжала тв24 связались с роспотребнадзором как комментируете эти события с лапкиным с лагерем играть никак не отвечает не отвечают то есть отвечать нечего потом похоже по административной статье у них не получилось мне позвонил наш представитель суде адвокат что не подали они на пересуд прокурору теперь они лично против меня что я их не запустил что-то там опять начинает крутить не знаю я этого ничего вот сейчас еще раз посмотрю где-то тут недавно он выступал митрополит сергий и помянул потребный взор гонения по-другому все может быть опа так сергий и неудобно что я столько вожусь я здесь но хотелось показать его слова но тогда я по-другому сделаю вот сюда запущу и сергий ну и быть там не может показывает что здесь нету нету значит где-то раньше а где же раньше то тогда эти все это вот смотреть надо показываю вот так сейчас еще раз покажу ну кто устал уже ждать тут может отойти самое непонятно что помощи от ластей разметать до пыли за горизонт первый вот он кесарь как себя проявил это тоже много значит интересно нигде не смог найти его это все что говорили все петрополит сейчас еще гряну маленько интересно скрылась а нигде нету тут было там было все это уже в городе сейчас сейчас нашел петрополит сергий барнаульский алтарьский его спрашивают через газету Игнатий Латкин состоит в молитвенном и каноническом общении с православной церковью через барнаульскую епархию как обычный мирянин он ревностный православный христианин исповедник догматических и канонических нарушений у него не установлено миссионерские эти разные кидались тут а как обыкновенный гражданин он имеет право на организацию лагеря какую-то общественную деятельность эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти латкин человек твердых убеждений твердых пожилой скобка 77 лет перемещания автора его уже не изменить да и не нужно видите как петрополит сергий надо тут посмотреть где это пожалуйста теперь что у нас еще по этому вчера мы целый день занимались на Рыжском пруду устанавливали слив наполовину уже работу сделали вчетвером это сложная работа и как Господь нас благословлял это отдельно уже но сегодня я выставил пять восемь роликов вот интересно шесть просмотров сейчас уже вот загон пять вот ТВ из Москвы побудили прилететь сразу уже двадцать пять за тридцать одну минуту в гостях у барабаша пять семь видите как вот наши клиенты пять человек но которых я не видел только еще поднялись а вот они уже эти люди к нам пришли видите сколько сколько материалу и все это ну коротенькие даже если не заходит никогда вот сейчас покажу как прошло время ну как же обеда прошло ну сами решите как вот было вот было вот вот ну все это за стол а вот очки ну раз вот это все вмещается нормально было безусловно с с с с с с с с с Вот у нас что здесь? Форум есть. Большой форум. Заходите. Кроме того, в моем мире сегодня ничего нету. Целый день мы на пруду были, много сделали. Пожалуйста, сегодня на последний южный, если погода позволит, будем работать. Вчера здесь был бульзерис, но день не работал, нельзя заехать, все расквашено и трактор тонет. Ну и наше сокровище это во свете Библии. Интересно, выставляю сейчас ролики, вот здесь самые ценные ответы, 4124 ответа по темам. Вот. Здесь показать. Прошло время. Название одни только привлекает людей. Уязвимость от природы. Конкретно показать, как, что здесь есть. О. Ну на этом все тогда уже сегодня. Прошло время. 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 Прошло время.